Вильгельм II Вильгельм II решил приобрести вот ту виллу, замок, дворец, который она построила на северном острове Карфу, северного относительно Греции, самом северном острове. Это местечко называется Ахиллион, она так его назвала, в честь своего любимого героя Ахилла, воспетого Гомером и потом вновь вошедшего в моду благодаря поискам Трои, который сделал открытие Трои, этого города, который сделал Шлиман. В 1905 году он начал переговоры и через два года он это место, Ахиллион, он приобрел. Одновременно здесь другая развивается история. В 1898 году образовывается общество, немецкое восточное общество, общество по изучению Востока. Его организовали богатые евреи, банкиры, предприниматели и главную роль там как раз играл вот этот текстильный король Германии Джеймс Симон или Саймон, так на современный английский язык. Значит, вот это общество ставило перед собой задачу открыть, проследить, доказать, что, во-первых, история Ветхого Завета, она истинная. Это действительно исторические события. И дальше, так сказать, доказательства, она, значит, распространялась на Европу, на западный мир. Вот это общество, Симон и вся его компания считала, что в основе западной цивилизации лежит вот эта восточная, еврейская или иудейская цивилизация. И они искали доказательства. Они предложили Вильгельму II, второму кайзеру Германии возглавить это общество. Он согласился. Мы рассказывали о его характере. Это был такой человек, знаете, как про него говорили, он на каждой свадьбе хотел и был женихом, а на всех похоронах был покойником. То есть он занимал такое видное место и, конечно, был очень польщен, что ему вот это, значит, предложили. Ну, в общем, надо сейчас всё детально, последовательно излагать. Послушаем. В 1905 году кайзер Вильгельм II начал вести переговоры с императором Францем Иосифом I о приобретении виллы Сиси. И в 1907 году Ахиллион, так в честь Ахилла назвала свою виллу ее бывшая хозяйка, перешел в собственность Вильгельма II. За годы, прошедшие со дня гибели Сиси Елизаветы I, а это без малого два десятка лет, здание пришло в запустение, и кайзеру пришлось вложить немалые силы и средства для приведения обвешалых дворцовых построек в порядок. Как в свое время Сиси Вильгельм с большим энтузиазмом взялся за дело, стараясь максимально сохранить архитектурный замесел императрицы, он все же кое-что отстроил заново и увеличил площади, принадлежавшие ей дворца. Самой большой достопримечательностью его инженерных проектов стал мост Вильгельма, так его называют сейчас, и дорога, ведущая от вершины горы, где стоял Ахиллион, до самого берега моря. Мост Вильгельма сегодня разрушен, от него остались только две опоры по обочинам окружной дороги, идущей вдоль побережья. На остров Карфу Казер приезжал почти ежегодно, обычно весной, где проводил несколько недель, а иногда и месяцев, прихватывая жаркие летние дни. Он приказал оборудовать Ахиллион надежной телеграфной связью с Берлином, чтобы можно было из этой новой весенне-летней резиденции без больших проблем управлять государственными делами. В апреле 1911 года на острове Карфу вблизи Ахиллиона при непосредственном участии Казера начались развернутые археологические раскопки. Их возглавил бывший сотрудник Генриха Шлимана и его правая рука археолог Вильгельм Дёрпфельд, который в то время возглавлял археологический музей в Афинах. О том, что искали и какие цели преследовал Казер Вильгельм II, увлекшись археологией, он в седьмой главе своих воспоминаний, которая называется «Наука и искусство», рассказывает так. Я стремился усыновить корни, из которых развивалась эллинская античная культура, и отыскать нити влияния Востока на Запад в культурном отношении. Особенно важной мне казалась ассерология, ибо от неё можно было ожидать освещения и разъяснения самого Ветхого Завета. Поэтому я с радостью принял предложенное мне председательское кресло в немецком обществе изучения Востока и углубился в его работы, успеху которых я по мере своих сил содействовал. Я не пропустил ни одного из публичных докладов этого общества. Я поддерживал оживлённую связь с правлением общества и просил постоянно докладывать мне о раскопках в Ниневии, Ассурии, Вавилоне, Египте и Сирии. Немецкое общество изучения Востока, или, проще говоря, Немецкое восточное общество, сокращённо ДОГ, ставило своей задачей, во-первых, найти археологическое доказательство, подтверждающее реальность событий, описанных в Ветхом Завете, и, во-вторых, отыскать каналы влияния иудаизма на христианскую культуру Европы. В основе двух этих целей лежала, в общем, правильная идея, подсказанная самой структурой Библии. В самом деле, европейское христианство является всего лишь тонким культурно-религиозным слоем, которым покрыто массивное тело иудаизма. Капитализм, на котором зиждется западная цивилизация, развился благодаря явлению под названием ростовщичество. Традиция одалживания денег в рост под проценты – это не христианская, а более древняя традиция – иудейская. Мусульмане изначально осуждали ростовщичество и основанную на нём банковскую систему западной цивилизации, которая породила не только капиталистическое изобилие и роскошь, но и сопутствующее ему расслоение общества на нищих и богатых. В основе мусульманской торговли лежал принцип эквивалентного обмена товарами. Христианская иудейская традиция предполагала прибыль, ради которой, собственно, и осуществлялся обмен товарами. Иудея-торговца не интересовал товар сам по себе, а лишь маржа, которая возникала в процессе торговли. Торговцы-мусульмане, особенно восьмого-двенадцатого веков, занимали в основном бартером, то есть обменом одних товарах, которых было много, на товары редкие, диковинные, которых у них не было или было слишком мало. Лишь в двадцать первом столетии мы тяжело и медленно стали отходить от многовекового предрассудка, будто возрождение античной культуры Греции и Рима началось в христианской Италии тринадцатого-пятнадцатого веков. Вовсе нет. Возрождение началось в мусульманской Испании десятого-двенадцатого веков в виде великолепных храмов, храмовых построек, многие из которых были разрушены или перестроены христианами. Религия пророка Мухаммеда запрещала изображать человека, поэтому в чисто архитектурной Испании мы не находим живописных и скульптурных произведений искусства, касающихся человека. Но итальянский ренессанс новой католической веры снял это ограничение и включил эти два недостающих звена изобразительного искусства в общий культурный фон. Не нужно смешивать понятие цивилизация с понятием культура. Западная и в частности европейская цивилизация действительно произросла от иудейско-христианской цивилизации. Но античная культура Древней Греции и Рима была возрождена прежде всего исламскими странами. Причем передача знаний не ограничилась только областью строительством храмов. В отличие от иудейско-христианской традиции они не делали тайны из математических и естественно-научных медицинских знаний. Они переводили древнегреческие тексты на арабский язык, сами писали множество книг, создавали публичные библиотеки и свободно обменивались книгами, не считая их какой-то разновидностью товара. Идеологи немецкого восточного общества довольно быстро убедились, что культурное влияние Востока на культуру Запада было минимальным. Тем не менее, в духе притчевой культуры иудаизма его влиятельные члены продолжали верить в тесную связь между культурами Востока и Запада и всячески насаждали в культурном пространстве Европы и Америки различного рода фантомы. Миф об уникальной красоте древнеегипетской царицы Нефертити и легенда о талантливом скульпторе Тутмосе как раз и относится к такого рода фантазиям, усиленно пропагандируемым немецким восточным обществом.